Иисус Христос 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 Вот так советское правительство упразднило все религиозные праздники. У людей все перепуталось. То, к чему они привыкли на протяжении веков, теперь подлежало масштабному слому, демонтажу. И, кстати, тогда, в те годы, до перехода России на Григорианский календарь, Рождество праздновалось 25 декабря. Но через несколько лет, в 1935 году, происходит такой поворот государственной политики, и все-таки склоняется правительство к тому, чтобы отмечать Новый год. Вот, и рождественская елка теперь становится новогодней елкой. Она раньше никогда не была новогодней елкой, но теперь она становится новогодней елкой в 1935 году, потому что хоть что-то надо было людям предложить, кроме красных знамен и золотых бюстов. И вот, нужно все-таки отдать должное советской власти, которая в последний год своего существования, мы делаем такой большой обзор сейчас, в последний год своего существования, в 1990 году, ну, фактически за год до, так сказать, пока это все кануло в лету, в 1990 году ввела праздник Рождества в календарь. Это еще был СССР, сделав 7 января нерабочим днем. Поэтому 7 января 1991 года было первым праздником, официально утвержденным праздником Рождества Христова в СССР, которому осталось жить всего там 11-12 месяцев. Но как праздновать этот день? Праздник был введен снова в календарь, возвращен. Но как праздновать никто не знал, потому что несколько поколений людей, наших предшественников, да и нас тоже были отсечены от корней. Однако охота на Христа не прекратилась. Появились новые охотники, если брать уже следующие годы, 90-е годы, да и 2000-е годы, появились новые охотники. Они знали, то есть они не растерялись, они знали, что нужно делать на Рождество. И как вы догадываетесь, этими охотниками были коммерсанты и воротилы шоу-бизнеса. Вот так в России мы получили то, что уже десятилетиями было на Западе. А именно, мы получили коммерциализацию Рождества. То есть превращение Рождества в хороший источник доходов. Мы увидели вырождение праздника и, собственно, духовного в пустые развлечения, увеселение, в пьяные застолья. И вот я недавно зашел в пятерочку нашу здесь. И захожу, и по привычке иду право, по правой стороне иду, потому что, думаю, там полки с хлебом. И я понимаю, что я не могу идти, потому что вот этот проход заставлен ящиками, 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 прямо напротив хлеба. Что же там за ящики? Почему их не было там раньше? А там ящики со спиртным. Не хватает полок, которые там вот справа, или слева лучше сказать, вам будет удобнее так понять, да? Слева в магазине. Их перенесли, спиртное, ящики со спиртным, перенесли сюда, поставили напротив хлеба. И я сразу подумал, каждый по-своему понимает из речения Священного Писания, что не хлебом одним жив человек. Вернемся в советскую эпоху. После русской революции 1917 года для адвентистов наступило, для всех протестантов наступило золотое десятилетие. Долгожданная свобода для проповеди. И вот издаются журналы «Маслина», «Голос истины», другие. Но в стране постепенно, вот в эти же годы, постепенно устанавливается атмосфера антирелигиозного угара. Он постепенно начинает увеличиваться, становиться более токсичным, ядовитым. И на смену религиозным праздникам приходят коммунистические праздники. И вот церковь адвентистов седьмого дня, если смотреть, судить по тем публикациям ранним, церковь адвентистов седьмого дня фактически идет в ногу с этими переменами, можно сказать. В том смысле, что в ее публикациях Новый год пересиливает Рождество. Можно сказать, что церковь дистанцируется от Рождества. Она дистанцировалась от Рождества. Вот посмотрите сейчас два слайда. Первый слайд. Вот это издание нашего журнала. 1928 год. Наверное, последнее или одно из последних изданий нашего адвентистского журнала «Голос истины». 90 лет тому назад. 90 лет. И на первой странице мы видим стихотворение известной поэтессы в нашей адвентистской церкви Евгении Шерепановой. И стихотворение посвящено Новому году. Оно так и называется «На Новый год». То есть первая страница и сразу встречает взгляд именно вот этот призыв, что ли, или вот эту идею, можно сказать, категорию, что Новый год сейчас начинается. А теперь посмотрите на второй слайд. Это последняя страница тоже журнала «Голос». Видите, наверное, за 1927 год или около того. И оно посвящено Рождеству. И называется «Рождество». Но если вы прочтете это стихотворение, вы увидите, что в нем нет ни одного хорошего слова о Рождестве. В каком смысле? Вот я процитирую сейчас, и вы поймете атмосферу и вот идею, которая фактически находила распространение в наших адвентистских общинах. И вот поэтесса пишет здесь «Сколько в день сей, имея в виду Рождество, сколько в день сей будет смеха и юмора, из-за здравных тостов всюду у столов, сколько милых шуток, пьяного задора, от вина забывшихся умов. Все вы христиане, но подумать только, как далек от вас, всем родившийся Христос, оцените же люди, жертву искупления, и сказав разгульным празднеством, прости, дайте место в сердце Божьему рожденью, пышным цветом расцвести». То есть, вы понимаете пафос этого стихотворения, хотя оно и называется Рождество, но фактически в нем проводится идея, что мы, как церковь, не хотим ничего общего иметь с Рождеством, которое ассоциируется с пьяными застольями, тостами, весельем, пустыми шутками, юмором, мы с этим Рождеством не хотим иметь ничего общего. И вот следующая идея, идея Нового года. Новый год – это то, что советская власть постепенно стала использовать для того, чтобы внимание людей от Рождества перевести на другой праздник, на Новый год, на новые свершения. Вот это несколько штрихов буквально почти столетней давности. И вот теперь, в продолжение этого рассказа, у меня сейчас здесь, на кафедре, две книги. На самом деле, это два издания одной книги. И вы видите, как называется эта книга. Книга называется «Христианский дом», написана Эллен Уайт. Она сама не написала ее в том смысле, чтобы от корки до корки, но это тоже компиляция из ее высказываний. И книга эта вышла на английском языке в 1952 году в Соединенных Штатах. Эллен Уайт незадолго до смерти говорила, ну так пишут издатели в предисловии, что было бы хорошо создать книгу, посвященную воспитанию детей в наших семьях. И ее завет был выполнен спустя несколько десятилетий. В 1952 году эта книга на английском языке вышла. И в оригинале она называлась не «Христианский дом», а «Адвентийский дом». То есть фактически это книга, которая прививала базовые ценности адвентийзма детям. И формировала то, что можно было бы назвать адвентийской культурой. Вот эта книга, книга Эллен Уайт, тоже называется «Христианский дом». Но, как вы понимаете, это сам издатовское издание. Где-то в 60-е, может быть в 70-е годы. Каким-то чудом, в то время, когда страна у нас была как в вакуумной упаковке, непроницаемая фактически. Но все-таки смогли эту книгу провести как-то сюда, в Советский Союз. Ее здесь перевели и издали. И вот эта сам издатовская, напечатанная на машинке. Папиросная бумага, очень тонкая. С большим трудом можно читать. С большим трудом нужно вкладывать сюда белую страничку, как мы это делали раньше, чтобы прочесть, что же пишет здесь Эллен Уайт. И вот эта книга фактически стала настольной для наших адвентийских родителей, дедушек и бабушек, потому что это был один из немногих ориентиров, как же прививать детям веру. Как прививать детям религиозные начала, потому что страна была как пустыня. Страна была испепелена атеизмом. И где-то словосочетание христианской литературы увидеть, даже подумать об этом, это было что-то заоблачное, немыслимое. Но, что интересно, что интересно. Если вы сравните оглавление и содержание вот этих двух книг, а это одна книга, вы увидите, что из сам издатовской книги адвентийский дом или христианский дом, была изъята одна глава. Глава номер 77. В этой книге есть глава номер 77. И эта глава называется «Рождество». А в этой книге, сам издатовской, вы не найдете эту главу. Она была изъята отсюда. И поэтому с детства, моего детства, я никогда не слышал в детстве вообще слово «Рождество». Я спросил у мамы своей, мама, а ты в детстве слышала слово «Рождество»? Потому что она тоже воспитывалась, ну, позже уже, конечно, на вот этих ценностях. Она говорит, нет, не было этого слова, и не было этого праздника. Интересно, что в псалмах Сиона они были изданы в 1927 году. Есть такой раздел «Прославление Иисуса Христа». И далее идет подраздел. Называется «Его рождение и жизнь». И вот в этом подразделе идут рождественские гимны. Идут рождественские псалмы. «Слушай вся земля, внимая хору ангельских певцов». Идет гимн «Тихая ночь», «Дивная ночь». Это протестантская классика. В этом же сборнике, в гимнах, в псалмах Сиона есть и псалмы в категории «На Новый год». Шесть псалмов. Ровно через 70 лет издается другой сборник гимнов в 1997 году. Сборник гимнов, привычный уже больше для нас, мы перешли на него, мы очень много псалмов поем из него. Это гимны надежды. И вот в гимнах надежды несколько по-иному передается содержание, но там есть такой вот тоже раздел, он озаглавлен «Иисус Христос», а вот подраздел «Рождение Иисуса Христа». И открывается он псалмом «Тихая ночь». А далее идет «На небесах в тиши ночной», после которого «Слушай вся земля, внимая». Но нашлось несколько псалмов и посвященных Новому году. То есть и в одном сборнике 27-го года, и в другом сборнике 97-го года мы видим рождественские гимны, и мы видим новогодние гимны. Но почему вообще я об этом рассказываю? Я об этом рассказываю для того, чтобы обратить ваше внимание на противоречия, на противоречия, в которые мы сами себя поставили. С одной стороны, мы изъяли главу о Рождестве из книги Эллен Уайт, а эта книга в издательстве «Источник жизни» вышла в 2012 году. С другой стороны, то есть это, значит, 60-е, 70-е, 80-е годы люди печатали, несколько десятилетий, а это в 2012 году. Значит, с одной стороны мы сделали это, а с другой стороны, с другой стороны, противоречие заключается в том, как нам поступить теперь с этими рождественскими псалмами, то есть, когда их петь. Когда петь, псалом, тихая ночь, дивная ночь. Когда петь, псалом, слушай, вся земля внимая. Потому что из перечня торжественных богослужений, так они раньше назывались, торжественные богослужения, мы фактически изъяли Рождество, рождественское богослужение. Мы его приурочили к новогоднему богослужению торжественному. Или у нас вечеря Господня, вот это было торжественным богослужением. В 80-е годы, конечно, мы стали использовать рождественские гимны, рождественские праздники, но в миссионерских целях, как мы говорили. То есть, как бы мы сами не праздновали Рождество, но, чтобы выйти к людям и найти какой-то язык, более понятный для этих людей, мы использовали рождественскую терминологию, настроение, песни, гимны, для них и для этой цели. И вот в этом противоречии рождественские псалмы мы оставили, а повод для их исполнения убрали. И это похоже на человека, у которого есть праздничная одежда в шкафу, но он никогда не ходит на праздники. Или ему нужно начать ходить на праздники, или зачем ему тогда это? Торжественная праздничная одежда. Самое главное. Библия и Рождество. Вопрос, который мы обычно задаем, когда обсуждаем серьезные темы, а говорит ли Библия об этом? И правильный вопрос. Говорит ли Библия о том, чтобы праздновать Рождество? И вы знаете, что Библия открывается, новый свет, праздником Рождества. В ней не обсуждается вопрос, праздновать ли, а в ней описывается праздник Рождества, рождение Господа нашего Иисуса Христа. То есть, если вы откроете Евангелие от Луки, то первая глава, вторая глава, развернутые повествования, это описание богослужения, богослужения, посвященного рождению Господа нашего Иисуса Христа. В этом богослужении участвует небо, участвует земля. В этом богослужении участвуют земные существа и небесные существа. В этом богослужении участвовали простолюдины и мудрецы. В этом богослужении участвовали взрослые дети. В этом богослужении участвовали мужчины и женщины. Я бы сказал даже, что на этом богослужении были представители других религий. Представителями каких религий или какой религии были мудрецы. Какой-то другой, видимо, религии. Но в этой религии они сохранили самое главное, что нужно понимать человеку. И они шли за рождественской звездой и пришли в Вифлеем на поклонение Спасителю. На этом богослужении тональность была радостной, хвалебной. Все ликовали, все пели. И если вы посмотрите, Мария поет, Захария, который славил Бога, тоже благословил Бога за рождение предтечи Спасителя, он тоже пел. Вы слушаете ангелов, которые тоже пели. Вы смотрите на пастухов, которые шли и радовались, рассказывали об этом. То есть все участники этих двух рассказов радуются и фактически отмечают Рождество Христово. Поэтому прямого указания нет, но развернутое описание праздника, да нужно быть слепым, чтобы его не увидеть на этих страницах Евангелия от Луки и Евангелия от Матфея. Праздник состоялся благодаря Христу, который уже своим появлением еще не произнеся ни слова, но он соединил небо и землю. То есть это фанфары, которые звучали во вселенной, не в Иерусалиме, не в Вифлееме, не в Риме, а во вселенной. Сын Божий родился. Очень мудро сложилось, чтобы сделать Рождество в том числе и семейным праздником, потому что здесь в Семье Божьей появился младенец, которого в ней не было раньше. То есть предсуществование Иисуса Христа, да, мы в это верим, Иисус от вечности был рядом с Отцом, но никогда в Семье Божьей не было Бога-человека. И вот здесь в Семье Божьей рождается Бога-человек. И небо не оставляет это событие незамеченным. А как же? Небо ликует, небо радуется, земля ликует, земля радуется. Что же нам еще остается делать? Как не радоваться тому, что в Семье Божьей появился Бога-человек? И мы, собираясь семьями для празднества Рождества Христова, мы тоже радуемся детям, которых нам дал Бог. Радуемся тому, что у наших родителей мы появились, благодарим за жизнь Господа Иисуса Христа, Бога нашего, и благодарим за дар спасения в этом чудном младенции. Послушайте только одну песню, песню Марии, христианской традиции, получившую название «Магнификат». По первому слову, песни. Я прошу не высвечивать синодальный перевод, потому что я буду читать и из нового перевода, и не совпадает, чтобы вы не отвлекались. Так вот, Мария, когда ангел сказал ей, что вот она родит сына, и что ей выпала такая судьба, можно сказать, то есть божественное провидение избрало эту девушку, чтобы она стала той материнской колыбелью, чтобы выносить тело Бога человека, то Мария, отвечая, говорит, превозносит душа моя Господа, и дух мой ликует и радуется Богу, спасителю моему, ибо он удостоил вниманием рабу свою такую ничтожную, и отныне все поколения людей будут назвать меня блаженной, ибо великое совершил для меня сильный, свято имя его, и милость его из рода в род к почитающим его. Явил он мощь руки своей, рассеял возомнивших о себе гордецов, свергнул сильных с престолов их и возвысил униженных, голодающих он насытил благами, а богатых отослал ни с чем. Он пришел на помощь Израилю, слуге своему, не забыв о милости, как и обещал праотцам нашим, о вечной милости к Аврааму и потомкам его. Вот вам здесь, в этой песне, в этом магнификат вся суть божественного замысла, и эта песня исполнена женским сердцем, женскими устами. Думая об этом, я хотел призвать вас к чему? Призвать всех, кто здесь и всех, кто смотрит, слушает, призвать к тому, чтобы из-под завалов наших предрассудков и суеверий, из-под завалов нашей страсти к развлечениям, из-под завалов обжорства и пьянства, из-под завалов религиозного фанатизма и фундаментализма, из-под завалов черствости и одичания своими собственными руками мы должны спасти младенца Христа и принести ему дары, и пасть перед ним ниц, и поклониться ему, и помолиться ему, и прославить его, и воспеть его святому имени, единственному имени под небом, которым надлежит нам спастись. И вот для этого и существует праздник Рождества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова